Да-да-да-да-да, щас, народ вернется весь. Да никуда я не убегал, нет, никуда не убегал. Телефон перегрелся, и я стужал его, я на солнце его положил, и, короче, вот, так получилось. Так-так-так-так-так, о чем я остановился-то? Не помнишь? Не помню. Окей. Про то, что... Про нойзы. Про нойзы, да. Да, вот, и в итоге, когда случился сам батл, то есть, как бы, все ожидали то, что будет действительно такое, типа, эпохальное сражение, но этого сражения не получилось по причинам, неизвестным никому, как я уже сказал, кроме, как, наверное, нойзу и его команде. Кое-какие подробности через свои источники я знаю, и я не Нобеля Рустамян, инсайды я делать не собираюсь. То есть, если просто трезво посмотреть на ситуацию, то у человека было 50 дней на подготовку, и все равно в первом раунде он делал фристайл, во втором раунде он делал фристайл, и в третьем раунде он читал текст по мобиле. То есть, это было не так, как писали некоторые в комментариях, он читает по перевернутой мобиле. Нет, он читал текст мобильного телефона. И вне зависимости от того, как мне кажется, как человек себя чувствует, все равно, ну, то есть, как бы, люди пришли посмотреть на батл, ресторатор этот батл с коллегами организовывал, поэтому, ну, подготовка, она не осуществлялась добрым, добрым, ложным образом. То есть, если, допустим, Эсте, Джонни Бой, Окси Мирон, там все абсолютно готовятся, то, в принципе, как мне кажется, готовятся должны, там, и Нойс, и все остальные. Если человек не просто забывает текст, а забывает написать текст, то это уже, как бы, дело не в болезни, а дело в ответственности. Вот, и изначально я тоже не думал, что текст с моей стороны будет таким жестким, потому что, ну, как бы, у меня, в принципе, изначально к Нойсу ничего такого совсем негативного не было, но до батла, может быть, кто-то следил, кто-то помнит, он поучаствовал в видео в Краснодаре, по-моему, на батле «Слово», где в камеру начал говорить, что, ну, цитирует, опор тебе пизда, там, типа, все, тебе конец, причем так и сказал. Как бы, ну, окей, участвовал в батлах, в батлах не новичок, он должен, в принципе, понимать, что, как бы, знаете, есть такая поговорка, это нереальная жизнь, это интернет, тут могут и нахуй послать. Ну, так вот, ты приходишь на батл, ты, в принципе, ко всему готов. Получился ли батл интересным? Я не думаю, что он получился настолько интересным, как все ожидали, но в то же время я не скажу, что я недоволен чем-то, что получилось. Если это действительно плохое самочувствие, то предлагали перенести батл, предлагали, ну, как бы, чтобы это состоялось в другой раз, но если он состоялся так, окей, то есть, значит, так, наверное, было нужно. В принципе, про личное, личностное взаимоотношение с Нойзом и с царем, я не общаюсь, ну, так-то ни с тем, ни с тем, то есть, как бы, так, чтобы списываться там и поддерживать какое-то общение. Но с царем, как я уже сказал, мы пересекались, он такой весь, как бы, сам себе позитивный чувак. С Нойзом мы общались вот вообще, в принципе, только на батле, и один раз, когда мы батлили с Типси, тоже он был там, как вы помните историю с Нойзом и Хованским, это было на той же крыше, где мы батлили с Типси. Вот, просто молча пожали друг другу руки при встрече, и все. Вот, я думаю, что часть Нойзом Си и Рэпер Царь, она какая-то такая. Она вышла из двух таких коротких серий, сори, что не получилось снять в одну. У меня впервые в жизни перегревается телефон, и здесь теплое синявинское солнце. Вот, давайте на пару вопросов, если у вас есть, по поводу всего вышесказанного могу ответить, и пора завершать. Что ты о нем думаешь, как о рэп-исполнителе? О нем это, судя по всему, нойзи. Я скажу так, что у человека есть своя целевая аудитория, и я не должен ничего думать о нем, как о рэп-исполнителе. То есть, как сказала, по-моему, Фаина Раневская, мнение, оно как дырка в заднице. То есть, она у всех есть, но не обязательно ее показывать. Если бы мне нравилась музыка, я бы сказал бы, что мне нравится музыка. Сколько будут стоить билеты на осеннем туре? Кстати, можно уже сейчас посмотреть на сайте toporouttour.info, по-моему, если я не ошибаюсь, или .com. Посмотрите ВКонтакте, у нас все города тура, кстати, объявлены. Поэтому там можно и цену посмотреть, и билет сразу купить. Но из MC или Steam? Как исполнитель или как человек? Как с человеком я, в принципе, со Steam тоже не общаюсь, но никакого негатива к Steam нет. Идей не было, в принципе. Кого ты хочешь вызвать на Versus? Никого. Уже давно не участвую в Versus, и я думаю, что в ближайшее время участвовать точно не буду. Я вернусь сейчас из отдыха и начну писать, я думаю, новый альбом. Давайте последний вопрос. Тебе привет передают. И вам тоже привет. Последний вопрос. О, господи, сколько много всего. Где ты отдыхаешь? В Синявино. Это под Питером. Колхоз. С удовольствием. Восход. Я уже забыл, я уже начал отвечать. Давайте. Окси или Дизастр? Я, так как знаком лично с Оксимироном, то, конечно, я буду болеть за Мирона. В плане баттлов я бы выбрал Дизастр. Дизастр очень крутой. Прям мега. Да и последний вопрос. Вот у Антона, у Тони Раута, выходит альбом 8 сентября. Как раз-таки презентация альбома Тони Раута и все наши общие старые треки, все, все самые топовые, они будут в туре. И на этом альбоме у меня должно быть два фита с Антоном. Надеюсь, что Антон не исключит эти два трека. Как я исключил два из трех трека с Антоном с альбома Лики Смерти. Ну, просто потому, что лучше оставить все самое крутое. Вот. Поэтому скоро будет третья часть. Третья часть о том, как проходил Versus Battle. В третьей части я расскажу вам про Battle Noise с Эсте и Типси Типом. Все. Увидимся на концертах. Всем хорошего летнего отдыха. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok